Добрый вечер! 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 От него. Он не обратил на это внимания. Забыл на него. Но он узнал. В конечном итоге ему стало известно, что он ошибался. Провинился он. И вот тогда, есть еще одно условие, он должен и признаться в том, что он согрешил. Дополнительное условие – признание в том, что был грех. Вот тогда он должен проносить жертву. Что означает, что это за ситуация? О чем клятва? Поклялся человек, было скрыто от него, что-то было скрыто от него, а потом стало известно, он узнал, вспомнил и признался, что согрешил. О чем идет речь? Сказано здесь еще, что это клятва «Левате сфатаем», то, что называется, «Битуй сфатаем». Переводчики с большим трудом пытаются это перевести, кто-то перевел, что если кто-то даст клятву устно, как будто клятва бывает письменно. В Валахе это клятва так и называется, шватабитуй. То есть человек что-то говорит, «Битуй сфатаем», что-то он выговаривает своими устами эту клятву, и из-за этого он попадает, из-за этого у него возникает проблема. Сказано еще об этой клятве, что эта клятва, она «легара у легейтив», то есть сделать что-то хорошее или плохое. Опять же, трудности с переводом. Обычное значение, сделать что-то плохое, значит делать что-то, что неправильно, нехорошо делать. Сделать что-то хорошее, наверное, митцву какую-нибудь выполнить. А, конечно, разговор идет не об этом. Дело в том, что человек, который поклялся сделать что-то, чего делать нельзя, то его клятва не имеет никакого значения, он не должен ее выполнять. Она аннулируется. Как Талмуд говорит по поводу подобных вещей, хотя, если человек поклялся, есть обязанность исполнять свою клятву, но если он поклялся, например, не исполнить заповедь, он поклялся, что больше он кедуш делать не будет в субботу, или что он вино кедуши не будет пить, в борьбе со спиртным или еще что-нибудь, то эта клятва не имеет никакой силы, она не обязана ее выполнять. В тот момент, когда человек клянется сделать что-то, что невозможно сделать, либо по моральным причинам, то есть это нельзя, это запрещено, либо физически это невозможно, как, например, человек клянется, что он четыре дня спать не будет, он будет только учиться, поскольку это невозможно, невозможно, потому что запрещено, либо невозможно, потому что тело не выдержит, то подобного рода клятвы не имеют никакой силы, они не называются шват-биту, они называются шват-шав, это напрасная клятва, то есть просто стрицание воздуха, и не только что не нужно ее выполнять, но и она вообще аннулируется. Что ж тогда? То же самое, если человек клянется исполнить какую-то заповедь. Клятва здесь не фиксируется, потому что он уже обязан исполнять эту заповедь, не клятва обязывает его заповедь, а то, что когда-то мы приняли заповеди на горе Синай, тогда, кстати, была клятва, весь нефрийский народ поклялся исполнять все заповеди, это то, что обязывает. Что же тогда означает сделать что-то плохо или хорошо? Имеется в виду субъективно. Человек клянется, скажем, сделать что-то хорошее себе. Что такое хорошее себе? Ну, например, выпить чашку хорошего кофе. Хорошо? Хорошо. Либо он клянется сделать что-то плохое себе. Например, человек поклянется, что яблок больше он есть не будет. Себе сделать что-то хорошее, либо себе сделать что-то плохое. И дальше сказано, что это было скрыто от него. Что имеется в виду? Есть два варианта. Либо клятва дается о будущем, клянусь, что человек клянется, что больше он не будет есть яблок. Или он клянется, что он будет каждый день делать зарядку и бегать. Либо человек клянется о прошлом. Клянусь, что я никогда в этом городе не был. Или человек клянется, что он когда-то поймал вот такую вот щуку. Самый различный клятв. В какой ситуации может быть ошибка? Может быть, имеется в виду, ну, что касается клятвы на будущее, здесь проще. Это означает, что человек, когда дает эту клятву, он действительно думает, что он ее выполнит. Например, он клянется, что больше пирожных он есть не будет. А потом он забывает эту свою клятву. Например, попав кому-нибудь в гости и его угощают там тортом Наполеона, он забывает эту свою клятву, ест ее. Потом вспоминает, что он же на самом деле поклялся и запрещено нарушать свою клятву. Признается в том, что он сделал. В этом случае он должен принести жертву за грех. А как быть с жертвой у прошлого? Может быть, человек попросту... Должна быть ошибка здесь. Если человек просто злоумышленно врет, то никакого жертвоприношения не приносится. Если человек, как это бывает, когда люди врут, и тут же для того, чтобы свою ложь усилить, говорят, клянусь тебе, и после этого идет, совершенно очевидно, явная махровая ложь, за подобного рода клятву, если человек даже потом признается, что он соврал, он не приносит никакой жертвы. А жертве здесь сказано, что это было скрыто от него. Тогда, может быть, иметь в виду, что он ошибался, например, он думал, что он никогда в этом городе не был, поклялся, что в городе таком в жизни не был. Он просто забыл, что он на самом деле давным-давно там был. Потом вспомнил, ой, я же там был, если так, я дал здесь ложную клятву, признался, приносит жертву. Тоже нет. Почему? Да потому что подобного рода ситуация это не ошибка. Если человек думал, что он там не был, это не ошибка. А это тоже называется форс-мажор. Непреодолимые обстоятельства, когда человек столкнулся, если он не помнит, если ему кажется, что он тогда не был, то это онес, форс-мажор, то есть непреодолимая сила, за это человек не несет никакой ответственности и никакой шерты за грех не приносит. Ведь сама клятва, когда человек клянется, человек не клянется о том, что было или о том, что не было. Человек клянется о том, что он знает и о том, что он помнит. Если человек, клятва, что я никогда там не был, означает, Насколько я знаю И насколько я помню Я никогда там не был Или насколько я знаю Насколько я помню Я когда-то сделал так-то и так-то И поскольку человек здесь Сам себе верен То есть он действительно так думает Он действительно думает Что он никогда в том городе не был Или что он когда-то что-то так сделал Что он здесь поклялся По правде, что называется Это не шло в битву Что же тогда может быть? О чем же здесь тогда идет речь? Может быть, скажем, если мы возьмем, так как это принято в других аллахот, в других законах, где тоже есть жертва за ошибки, хатат, скажем, нарушение субботы Там это может быть в одном из двух случаев Либо человек забыл, что вот это данное действие, например, он поливает грядки в субботу, он забыл, что поливать грядки в субботу нельзя Он забыл, что это действие запрещенное в субботу Второй вариант, то есть он забыл закон Второй вариант, он забыл, что сегодня суббота Он знает, что поливать грядки в субботу нельзя, но он думает, что сегодня воскресенье или четверг Стало быть, не только Когда забывает человек Что сегодня суббота Но и если он забывает, что Забывает он закон Он забывает, что это сделать запрещено А потом вспоминает То он должен принести очистительную жертву хатат Может быть, здесь имеется тоже в виду Человек думал действительно Так, но он не знал Ведь, может быть, если он не знал Что есть в Торе запрет Давать ложную клятву То есть, он клялся, что он никогда В жизни в том городе не был Положим, он получает Типичный случай Человек получает по почте Бланк штрафа За парковку В запрещенном месте в городе X И человек приходит Апеллировать и клянется, что он в жизни Никогда в том городе не был Поэтому он не мог оставить там свою машину В месте запрещенном для парковки Если он действительно не помнит, что когда-то он там был Если он уверен в этот момент Сказать, что это форс-мажор И он не отвечает здесь за свои поступки За эту свою клятву И никакого здесь Жертвоприношения нет Может быть, другой вариант Может быть, он врет Только он думает, что врать так С клятвой Может быть, врать нехорошо И так далее Но запрета на лужную клятву В Торе он не знает А потом ему стало известно Что оказывается, есть еще запрет на лужную клятву И тогда, узнав это И признавшись, что он Поклялся, может быть, тогда Вот эта ситуация, описанная в Торе Тоже не может быть Говорит Толмут Если в отличие этим здесь Клятва отличается от всех остальных Законов Торе Если человек забыл Что в субботу запрещено поливать И поэтому он плевает Он так и принесет очистительную жертву Но если человек забыл Что в Торе есть Или не знал Что в Торе есть запрет Ложной клятвы То он жертву за грех не приносит И почему так? Да потому что Что такое клятва, по сути? Почему люди клянутся? Почему человек, обманывая нас Стучит тебя в брус И говорит Я клянусь тебе В чем здесь штука? И там, где человек ощущает Что ему просто так На слово не поверят То он хочет придать Своему слову значимости Как? Он апеллирует к Всевышнему К Всевышнему Чтобы тот Что называется Скажи, что я правду говорю Каким образом? Каким образом Всевышний Будет гарантом того Что я говорю правду? Тем, что человек здесь говорит Тем, что Суть человек Суть вот этого вот выражения Клянусь Перед Богом клянусь Или еще что-нибудь Означает вот что Пусть Бог меня накажет Если То, что я сказал Неправда Вот так это убедительно Видите, человек не боится наказания Значит, он правду говорит Да Но все это только при одном условии Если человек знает Что есть запрет Клясться ложно И что за нарушение этого запрета Бог действительно накажет Но если человек думает Что нет такого запрета Ложной клятвы Соответственно Бог не закажет Тогда сам смысл его Его клятвы Сам смысл Его обращение К Всевышнему Как гаранту Того, что он говорит Что это действительно правда Он не имеет никакого значения Тогда это попросту Пустые слова Стало быть Обязательно Должно быть Еще одно Что человек знает Он должен знать Действительно Что было и что не было Был он в этом городе Нет Он должен знать Что запрещено Что запрещено Давать ложную клятву А в чем тогда ошибка Что же тогда здесь скрылось Отвечает Талмуд Скрылось от него то Что это не просто запрещено Давать ложную клятву А что и в этом случае Если она принесена Он должен в дальнейшем Принести жертвоприношение Вот если этого он не знал Вот это и создает кейс Для Принесения жертвы За швуат битуй Когда речь идет о том Что было в прошлом Но если его Клятва касается того Что будет в будущем Тогда все проще Тогда достаточно того Что человек поклялся Действительно думая Что Чистосердечно думая Что больше пирожных Он есть не будет Забыл свою клятву Съел Вспомнил Признался И Тогда он приносит жертву А что касается Клятвы о том Что было В прошлом То это может быть Только в такой ситуации Когда человек Знает Что он говорит неправду Знает Что клятва его ложная Знает Что клятву нельзя Но не знал Что за это еще нужно Приносить жертвоприношение Когда узнал Повинился Признался Принес жертву Кстати Признался Обратим внимание Что вот это вот признание Которое является здесь Обязательной частью Слово признался Оно всегда Всегда пишется В Возвратной форме То есть Не признал кому-то А признал себе Потому что Признание Или то как это С незапамятных времен В русском языке Называется Исповедь Она не может быть Исповедь Кому-нибудь Как это принято Например У католиков Когда люди Исповедуются В грехах Многие люди Многие люди Ситуации Это можно И в стесненных обстоятельствах Это тоже Можно И вообще Миллион Оправданий Когда человек Оправдывает Сам себя То есть Править содеянным Он безусловно Не может Поскольку Он себя Уговаривает Что все В порядке Исправление Начинается С того Что человек Перестает Себя Обманывать И признается Самому себе Таки Да Я был Неправ Нарушил Согрешил Но это Не может быть Признание Кому-нибудь Другому Наоборот Говорят Наши мудрецы Что Если человек Признается В том Что он Согрешил Против Бога Другим Людям То не только Ничего хорошего Здесь нет А наоборот Это еще и Наглость Кварицарь Давид Счастлив человек Грехи которого Сокрыты Ни в коем случае Нельзя Придавать Огласки И не только Широкой публике Но даже Хотя бы Одному человеку Что касается Нарушений В области Отношений Между людьми Там ситуация Иная Там Если я кому-то Нахамил То я должен Подойти к нему Не только себе Я должен признаться В том Что я ему Нахамил Я должен Подойти к нему И попросить прощения И сказать Что я Нахамил А если я Его оскорбил Публично То и прощения Я должен просить У него Публично То есть Публично Признаться Я был Я был неправ Я его оскорбил И прошу прощения Но в отношениях Между Человеком И Богом Там Никакой Публичной Исповеди Не может быть И не должно быть Там наоборот Человек Должен Это скрывать И признаваться В грехе Только самому себе Это уже Колоссальная Колоссальная ценность И это уже требует Большой решительности И действительно Силы воли И силы духа Вот, пожалуй, все Что я хотел сказать По поводу Жертвопоножения Восходящего И нисходящего А теперь Придем К еще Одному отрывку Это там же В пятой главе Начиная С пятнадцатого Стиха Здесь Тора говорит О том Что называется Ме-Иля Ме-Иля То есть Злоупотребление Если кто-нибудь Злоупотребит Святынями Бога По ошибке И по ошибке Воспользуется ими Пусть принесет В повинную жертву Богу Из мелкого скота Барана Без изъяна По оценке В серебряных шекелях По священному шекелю В повинную Жертву Он должен Оплатить прямой ущерб Прежде всего То, что злоупотребил В прямую очередь Можешь заплатить Который причинил Святыня Прибавить еще Пятую долю От этого И отдать священнику Кстати Пятая доля у евреев Имеется в виду 25% То, что у других Называется четверть У нас Называется Пятая доля Потому что Пятая доля После того Как прибавится То, что прибавится Тогда Прибавленной Ставит пятая доля И так он должен Оплатить прямой ущерб Причиненной святыне Прибавить еще Пятую долю От этого И отдать священнику А священник уже Искупит его Бараном Повинной жертвой И будет ему Прощено Так о чем Здесь идет речь Это слово Которое мы Перевели здесь Как злоупотребление В оригинале Это мейла И Раша Объясняет Что это слово Мейла Всюду и везде Означает Измену Изменение Подмену Как например В одном В одном из стихов Это слово Упомянуто В таком контексте И изменили они Богу своих отцов И блудили за божествами Народов земли То есть Измена Богу Через Язычество Через поклонение Иным богам Называется Мейла Вместо того Чтобы служить Своему Богу Вместо этого Побежали Куда не следует Подобно этому Сказано И по поводу Женщины Которую Муж подозревает В неверности И она ему Изменит Это тоже Там используется Тот же самый Глагол Мааль Мейла Значит Мейла Это измена Но здесь мы не перевели Это измена Здесь мы перевели Это как злоупотребление Потому что слово Измена Как-то трудно О чем идет речь Если кто-нибудь Злоупотребит Святынями бога То святыни бога Это вещи Которые посвящены Храму Храмовое имущество Какая Какая здесь может быть Измена Имеется здесь ввиду Измена Подмена Когда человек Вместо того Чтобы Например Каким-то храмовым Сосудом Пользоваться Для Служения В храме Вместо этого Он использует его По ошибке Забыв Что сосуд-то Этот храмовый Использует его Для себя В своих целях В хозяйстве Своем Или Второй вариант Он Выводит его Этот сосуд Из Распоряжения Храма Например Передавая Он забыл Он думал Что это его Забыл Что он принадлежит Храму И Заложил его В ломбард Продал его И тем самым Вещь Которая Принадлежала Раньше Которая Была Святыней Она Принадлежала Храму И Как таковая Была Святыня Теперь Она Уже Вышла Из Распоряжения Святыни И Оказалась В руках Людей Которые Используют Это Как Простой Будничный Сосуд Вот это Вот называется Мейла В случае Когда Мейла Была По ошибке Когда Вот это Злоупотребление Святынями Было По ошибке Когда оно Становится Известным Нужно Принести Жертву Равирш Очень Много Писавший О О том Как Язык Торы Святой Язык Вашон Акодыш Раскрывает Нам Суть Многих Вещей И Здесь Останавливается И Обращает Наше Внимание На Очень Интересный Факт Слово Мейла Которое Назвали Мааль И Объяснили Мы Что Речь Идет Об Измене Подмене Злоупотреблении Это Слово Однокренное Ему Слово Мейль Мейль Это Верхняя Одежда Так Конкретно С этим Словом Мейль Называется Верхняя Одежда Коинов Священников Которые Должны Служить В Храме Случайно Ли Это Скорее Всего Нет Потому Что Даже Само Понятие Бэгэд Одежда Однокоренное Слово Богэд То есть Изменник И Эти Вечи Не Случайны Одежда Это То Что Покрывает Человек Это Его Внешняя Сторона Он Закрывается Это Бэгэд Богэд Изменник Это Человек На которого Я полагаюсь Я полагаюсь На него Я верю Ему А он Мое Доверие Не оправдывает А он За моей Спиной Делает Те Вещи Вещи Недопустимые С моей точки Зрения Тем Самым Он Не Изменяет То же Самое Очевидно Можно Сказать И по Поводу Мейль Мейла То есть Коэн Священник Он Облачается В Священнические Одеяния Как мы Относимся К другим Людям Встречаем По одежке И если Идет Человек На котором Военный Мундир Значит Он Солдат А если На человеке Форма Полицейского Значит Он Полицейский А если На человеке Одежды Коэна Священника Значит Он Коэн Но Коэн Должен Использовать Святыни Храмовое имущество По назначению А не Использовать Своих Своих Целях Если же Он Использует Своих Целях То здесь Происходит Подмена Замена И оказывается Что на самом деле Перед нами Это только маска Перед нами Все что есть Здесь От священнического Поведения Это только Одежда Это только Меин Только Верхнее Одеяние А внутри Внутри Этого нет Внутри Человек Ведет себя Не как Коэн Не так Как мы Ожидаем От Коэн Это наше Доверие Он здесь Не оправдал Он взял Святыни Взял Храмовое имущество Использовал Не по назначению То же самое С Бугет Изменник Я Думаю Что этот человек Я на него Могу положиться А на самом деле Есть только Внешняя личина Есть внешняя личина Дружественности Есть внешняя личина Того Что это человек Которому можно Которому можно Доверить А на самом деле А внутри А внутри все наоборот А внутри Он действует Против меня Он изменяет Мне И что остается Тогда Остается От всего этого Дружеского отношения Остается одна Только внешность То есть Одна только Одежка Встречаем по одежке А одежка Только и есть Бегет Больше ничего нет Человек Этот Бугет Изменник Поскольку Не только внешне Есть А внутри этого Нет То же самое То что Рашиб Привел Будь согрешит И Злоупотребит поношение, все заканчивается жертвой, повинной. Но к этому ведет целый ряд, целая цепочка, которая обязывает. В каком же случае? Здесь есть некое отношение между людьми. Один вариант. Человеку дали что-то на сохранение, и он отрицает. И клянется, что ничего ему не давали. Второй вариант, вложенный ему в руку. То есть, вложенный ему в руку. Одно из двух. Либо речь идет здесь о суде. Либо речь здесь идет о вкладе инвестиций. То есть, человек дал другому деньги, инвестировал в его бизнес для того, чтобы тот, используя эти деньги в бизнесе, в дальнейшем поделился с ним доходами. И когда человек приходит за доходами, второй говорит, что ты инвестировал меня ко мне. Не знаю, ничего не было. Клянусь тебе, что я от тебя ничего не получал. Еще вариант. Найдет потерянное. Человек нашел что-то, что другой потерял. Но вместо того, чтобы выполнить заповедь возвращения пропажи, он посмотрел на эту вещь и увидел, что она ему так нравится, так нравится, что когда хозяин пропажи пришел и спросил, а не находил ли ты, про тебя говорят, что ты нашел мою вещь, тот сказал, ничего подобного, ничего не находил и клянется в этом. Наконец, еще одно, что здесь упомянуто, говорят наши мудрецы, вот в этих словах упомянуто здесь еще одно, это отрицание заработной платы. То есть, когда человек на нас работал, и приходя к хозяину за заработной платы, он слышит от хозяина, что вообще ничего не знает, я тебе должен, я тебе заработной платы не должен, и человек клянется об этом, и в всех этих случаях, когда клянется ложно, должен заплатить, прибавить, после того, как человек сознается, что это была ложная клятва, должен прежде всего заплатить, прибавить пятую часть и жертву. На этом вполне можно поставить точку во всем, что касается недельного раздела ВАИКРА, но начинать новый недельный раздел ЦАВ в оставшееся время мне не хотелось бы, я предпочел бы это сделать, посвятить этому разделу отдельный урок, а в оставшееся время, поскольку наш урок последний перед праздником Шивот, то мне кажется, что лучше сказать несколько слов об этом празднике. К празднику Шивот предшествует подготовка, это, как известно, с Ферата Омер, с числением Омера, когда на следующий день после Песоха мы начинаем отсчет, еще один день, еще один день, еще один день, и так до кануна праздника Шивот. В чем смысл этого отчета? Есть два классических объяснения, одно из них, самое простое, объяснение это должно выразить нетерпеливое ожидание, когда так человек считает дни перед тем, когда должно случиться что-то, что ему очень хочется, чтобы оно скорее скончилось. Итак, мы вышли из Египта и начинаем сразу же считать дни, когда же, наконец, мы придем к горе Сина и получать на ней Тору. Так было в первый год, когда вышли из Египта, знали все, что цель исхода из Египта – получить Тору, и спросили ему уже, когда же это будет, он сказал им через 49 дней на 50, и стали считать. Так и мы выражаем наше нетерпеливое ожидание, когда же, наконец, придет праздник Шивот. – это известное всем объяснение. На самом деле нетривиальное. То есть мы начинаем этот отсчет там, где большинство народов мира, общества и цивилизаций заканчивают все ожидания. Ведь праздник Песах, праздник освобождения, когда мы добились свободы, и физической свободы, и духовной свободы, стали полностью свободными и пошли навстречу новой жизни. Ну, это же предел мечтания для многих народов. А мы, достигнув этого предела мечтания, не, это только отправная точка. Вот теперь-то мы начинаем идти к той цели, к которой мы идем, какая цель Тору получать. Там, где все останавливаются, мы только начинаем. Но дело не только в этом. Все на самом деле сложнее. Отправная точка – свобода. И физическая. И духовная. Не нужно прообращение египтянам. Не нужно стараться им. Быть похожими на них, подражать им. Не нужно услуживать им. Сами. И отсюда мы начинаем отчитывать, когда же наконец, только когда же наконец получим Тору. А что такое Тор? А Тор – это законы. Вот так делай, а вот так не делай. Это ешь, а вот это нельзя есть. А вот это вот обязан есть. А где свобода? А нет свободы, есть только предписание. Значит, мы начинаем со свободы. Отправная точка – свобода. А конечная цель? Отказ от свободы. Прообращение? Не абсурдно ли это? Нет. Потому что абстрактной этой свободы нету на самом деле. Всегда свобода требует в дальнейшем выяснения. Свобода для чего? Свободен. Тебе больше никто не указывает. Тебе больше никто не приказывает. А что ты сейчас будешь сделать с этой свободой? К сожалению, человечество и в целом, да и в частности, показало, что оно не умеет обращаться со свободой. На протяжении многих веков человечество жило, народы, страны, государства жили под властью самых разных тиранов. Условия жизни были такие, что свободой почти и не пахло. Наиболее известные примеры в Европе. Гнет и государственный. Гнет был в христианской церкви, которая отрицала какую бы то ни было свободу мыслей, свободу слова, свободу. И вот против всего этого народы Европы восстали. Сначала идеологические, во время просветителей в XVIII веке. Затем с оружием в руках Великая Французская Революция. Затем после долгой и продолжительной борьбы с попеременным успехом, с наступлением реакции, отступлением, в конечном итоге, к середине XIX века, наконец, свобода восторжествовала. Есть свобода. Ну и что мы с ней делаем? Все. Государство больше не давит. Церковь лишилась своей власти над людьми. Свобода. Как народы мира эту свободу использовали? Как они восприняли? Свобода, значит, все позволено. Если до сих пор при помощи церкви человечество держало себя в рамках и поставило определенные рамки, расчертив вот это хорошо, а вот это плохо. Это допустимо, а вот это недопустимо. Так нельзя. Это аморально. Это грешно. Верно, что при всем притон. Люди всегда грешили. Люди есть люди, конечно. Но когда они грешили, они стеснялись этого. Они знали, что они делают что-то нехорошее, плохое. Только что очень хочется. Для этого стеснялись. И вот возглашена свобода. Свобода. Если Бога нет, значит, все позволено. Все позволено. И очень скоро человечество пришло к тому, что оно перестало стесняться того, что плохо. И наоборот. Нормализовало все то, что плохо. Все то, что считалось на протяжении веков аморальным, греховным, плохим. Все это сегодня проходит процесс легитимации. Постепенно. Одно за другим. Еще, и еще, и еще, и еще. Собственно, все позволено. И после того, как все позволено, стирается грань между плохим и хорошим. Нет больше плохого и хорошего. И более того, современное общество, так всегда бывает, когда начинается процесс борьбы за свободу, и начинается он с требования свободы слова, а заканчивается он полным отрицанием свободы слова. Ибо на сегодняшний день человек, который позволит себе открыть рот и сказать, что не все позволено, и что такого-то рода действия неприемлемы, то его тут же заклюют, заткнут ему рот. Нельзя, это не политкорректно, нельзя так говорить. Свобода слова обратилась к самой худшей тирании, которая отрицает, не дает возможности никому сегодня сказать, что плохо это на самом деле плохо. В коем случае нельзя. Поэтому еврейский народ, получив свободу, тут же должен был понять, свобода нам для чего, что мы с ней сделаем. А вот что мы с ней сделаем. До сих пор мы подчинялись фараону. И физически были подчинены ему. И духовно. Не было никакой возможности посвятить себя Торе. Теперь у нас есть свобода, что мы с ней сделаем? И мы начинаем отсчитывать, когда до дня получения Торы. До праздника Шивот. В этот день что мы сделаем? Мы не останемся на уровне людей свободных, которым все позволено. Нет. Мы эту свободу добровольно отдадим. Мы добровольно примем на себя ограничения. Примем все заповеди, их много. И очертим совершенно точно. Вот это можно, а вот это нельзя. Вот это вот митцва, а это вообще лучше не делать. А это ни в коем случае нельзя, а это страшное преступление. Это хорошо, а это плохо. Чтобы никогда-никогда не стерлась эта грань между дозволенным и между недозволенным. Это подготовка к празднику Шивот. И после такой серьезной подготовки мы наконец приходим к празднику Шивот. И что же тогда? Шивот оказывается несколько странным. Казалось бы, самое центральное событие всей еврейской жизни, всего еврейского календаря. Но другие праздники, в них есть содержание. В них есть символы. Песах. Содержание очевидное. Свобода. Есть символ, есть митцва, которая стала символом Песаха. Это маца. Сукот. Тоже совершенно очевидные символы. Лулав, Этрог, Сука. Все это вещи, которые выражают символически суть праздника. Радость, которая наполняет этот праздник. Приходим в Шивот. Есть какая-нибудь митцва в Шивот? Никакой. Ни одной митцва. Нет. Праздник. Более того, не только что ни одной митцвы нет. Тора нигде ни одним словом не обмолвилась, что в этот день, в этот праздник, в праздник Шивот мы получили Тора. Символ какой-нибудь есть у этого праздника? Нет. Почему так? Почему нет никаких символов? Символа нет у этого праздника, поскольку содержание его Тора. А у Торы нет никакого символа. Нет ничего, что символизировало бы Тору. Точно так же, как нет ничего, что символизировало бы Всевышнего. Можно ли символически изобразить Всевышнего и сказать, это вот символ его такой? Ни в коем случае нельзя. Потому что для того, чтобы что-то дать, какой-то символ, символ может быть у вещей, которые имеют какой-то определенный один порядок. Можно сказать, что обручальное кольцо – символ отношений между мужем и женой, что-нибудь в этом роде. В подобном роде вещах может быть символика. Но Всевышний, он исключение из всех плоралилов. Он непостижимый абсолютно. Он не часть этого мира. Он вне его. И если он вне его, значит, нет в этом мире ничего, что может быть его подобным. Стало быть, нет ничего, что может его символизировать. Человек, который пытается как-то символически изобразить Всевышнего, он силой пытается втолкнуть его в этот мир, сделать его частью этого мира. Иными словами, превратить Творца мира в часть этого мира, превратить Творца в Идала. В языческое божество, которое было в языческие идолонии, часть этого мира. Поэтому у Всевышнего не может быть никакого изображения, даже самого-самого символического. Нет и не может быть. Аналогично с Творой. У Туры нет никакого символа. Потому что это уникальное явление, оно ни с чем не сравнимо. Оно не является... Обычный человек, когда сталкивается с чем-то новым, он тут же хочет его положить на какую-то полочку из-за известного. А вот что такое? А вот, а, это тогда... А что такое Торы? А, это иудаизм. А, ну, значит, еврейская религия. Нет, это не еврейская религия. А что это такое? Ну, это вот... Вот нечто такое уникальное. Ни с чем не могу сравнить. Поэтому и символа-то нет. А чем это уникально? Почему это не религия? Разве это не религия? Ну, а как просто человек думает, если молится, значит, религия. Религия – это часть человеческой культуры. В человеческой культуре есть много самых разных составляющих частей. В том числе и религия, смысл которой – это связь человека с чем-то или с кем-то, кто выше его. У человека есть такая потребность, ощущение этой связи. Это, безусловно, часть человеческой культуры. Соответственно, религия будет всегда отвечать тому уровню культуры, которая есть в таком-то обществе. Более того, религия всегда будет, безусловно, мириться с тем, что рядом с ней есть еще что-то. Как там кесарю кесарево, а богу богу. Богу богу, а кесарю кесарево. Это одно, а это другое. Здесь мир, а здесь клир. Здесь человек религиозный, как называется. Да, он религиозный человек. Это его религия, а вот это его работа. Здесь он работает. Здесь он зарабатывает деньги. А здесь он еще что-то. Вот Тора – это не так. Она не часть человеческой культуры, поэтому она никого рядом с собой не терпит. Нет, Тора – и. Это исключается. Написано, что храм был разрушен из-за того, что евреев в эпоху первого храма шило Беркуба Тура Тхила, что они не произносили благословение на Туру в начале. Что значит в начале? Очень странное выражение. Коротко говоря, Равирша объясняет следующее. Тхила, Тора для них не была Тхила. Тора для людей не была началом всего и воплощением всего. То есть у них было отношение. Тора – это есть жизнь, а есть еще и Тора. Тора – это добавление к жизни. В жизни есть много разных вещей. А есть еще и Тора. Ее учили? Да. Ее исполняли? Да. Ну а была Тора и. Тора еще. Тора и жизнь. Тора и наука. Тора и работа. Тора и… И так далее. Тора с этим никогда не соглашалась. Она требует человека всего. Целиком. И если человек чем-то занимается в жизни, то с точки зрения Торы только потому, что Тора сама хочет, чтобы он этим занимался. Это не то, что человек должен разделить свою жизнь Богу-Богу, Кесарю-Кесарю. То есть я должен учить Тору это еще. А еще, помимо Торы, а еще я должен заботиться о хлебонасущном, пропитании для себя и для своей семьи. И не так. Это ошибка. Тора хочет, чтобы я изучал ее и заботился о том, чтобы было пропитание у своей семьи. И только поэтому я этим и должен заниматься. А не потому, что у меня есть отдельная ниша для Торы, а есть еще и для жизни. В жизни есть еще много разных вещей помимо Торы. Все эти размышления у меня всплывают на фоне одного очень приятного явления. И в последнее время среди русскоязычных евреев, которые за последние два-тридесятка лет вернулись к Торе, все больше и больше, как я вижу людей, со мной об этом говорят и советуются, хотят посылать своих детей в школы, в которых они получат светское образование, аттестат зрелости и так далее. В школах, в которых помимо Торы еще изучают и общеобразовательные предметы. А что плохого говорят люди в этом? То есть с той же самой крайностью, с которой раньше люди с пеной у рта отрицали вообще какую-нибудь возможность о том, чтобы дети будут изучать что-нибудь помимо Торы. С той же самой крайностью сегодня люди записывают своих детей, очевидно, от разочарования, от разочарования в себе, от разочарования в каких-то определенных иллюзиях, которые человек себе создал. И, забывши все, забежем детей в ешевод тихоней. А что в этом плохом говорят люди? Ну что там, меньше Тор учат? Ну так не страшно, потом бы отдают учатся. И вообще я слышал, что из этой ешевод тихоней принимают людей в самые лучшие ешевы, а что такого плохого? Есть одна самая главная проблема, за то, о чем мы говорили. Что такое преподавание Торы в этих учебных заведениях? Тора там, это часть расписания. С такого-то часа по такой-то урок Гемары. С такого-то часа по такой-то урок Танаха. Потом математика, потом физика, потом английский, потом. Как раз Тора и другие вещи. Все на одно. Можно ли учить Тору в таком учебном заведении? Можно. Можно ли полюбить ее? Никогда. У меня был когда-то родственник. Есть у меня родственник, который когда-то учился в Ешива Тихонид, а потом он перешел уже в Ешиву. И вот когда я его встретил после первых недель в Ешиве, он мне сказал удивительную вещь. Никогда бы не подумал, что можно учить Гемару и получать от этого удовольствие. Я услышавший обалдел, как это так? Я учусь редко и мало, но когда я учусь, это всегда мне доставляет удовольствия. А тут человек годами учился в Ешива Тихонид и каждый день изучал Гемару. И даже не знал, что можно от этого получать удовольствие. Конечно же не знал, да и не мог знать. Точно так же, как Леавдиль, человек, который изучал в русской школе русскую литературу, никогда не мог ее полюбить. Да потому что то, что изучается как физика, как математика для того, чтобы сдать экзамены, учителя занимаются тем, что они натаскивают учеников на то, чтобы сдать экзамен. Никогда, никогда такой предмет полюбить невозможно. И это признают сегодня в Израиле люди, которые сами преподают в таких учебных заведениях. И они это хорошо знают. Научить Гемаре они могут, но привить любовь к ней не в состоянии. И если повезет потом, и парень пойдет в Ешиву и раскроет, что можно на самом деле и любить, повезет. Но не всем повезет. Не всем. А то, что человек не любит, то в конечном итоге заниматься он когда-нибудь этим бросит. В этом-то вся и штука. Физику с математикой можно выучить и потом. В более зрелом возрасте. Как бы ни ужасно звучали эти слова. А вот в возрасте тринадцати, четырнадцати, пятнадцати, шестнадцати лет строится личность человека. И в этом возрасте самое главное это постараться полюбить Тору. И если не полюбить ее в эти годы, а наоборот, когда будут натаскивать, когда учителя будут заниматься тем, что натаскивать ребенка на то, чтобы он зазубрил пятьдесят листов гоморы и смог ответить на экзамене, то скорее всего у человека вырастет иммунитет против Торы. Не только что он ее не полюбит, а в глубине души возненавидит. Как многие из нас ненавидели самые различные предметы, которые мы преподавали в средней школе. Это ужасно. Поэтому если кто-то меня слышит, подумайте, одумайтесь. Не посылайте детей в эти места. Не может быть Тора и... Либо Тора, либо нет.